Всем привет, меня зовут Кристина Санько, и сегодня мы будем декорировать наш ежедневник на новогоднюю тему. Мы будем делать странички и разворотки к самому новогоднему месяцу, декабрю. Я раскрываю разворот в моем ежедневничке и начинаю творить. Итак, первая картинка у нас будет такое приветствие декабря. И здесь я хочу нарисовать такой подарочек с еловыми веточками. Я намечаю простым карандашом в моем ежедневничке куб. И теперь начинаю дорисовывать всякие детали. Рисую ленточку от подарка, всякие бирочки, бантики, шарики, в общем, все на новогоднюю тему. Добавляю сначала вот такие вот палочки, скоро это будут елочки, ну и всякую мишеру по мелочи. Беру тонкий черный маркер и все начинаю обводить по контуру. Раскрашивать я буду маркерами. Сначала добавлю цвет на ленточки, теперь начинаю разрисовывать елочки. Я уже много раз вам говорила, что когда рисуешь зелень, лучше добавлять несколько цветов, чтобы это получалось объемнее. Но сейчас я пока добавлю один оттенок зеленого, а другой добавлю чуть позже. Красным маркером я добавляю вот такие вот полосочки и раскрашиваю золотым игрушки. Я не буду сильно добавлять разные цвета, все будет примерно в таких классических красно-зелено-золотых тонах. Беру серые маркеры, им я обычно прорисовываю тени и проставляю, где это необходимо. Если у вас нет серого маркера, можете использовать акварель, она очень хорошо тушуется и создает тень. Либо черный или простой карандаш, тоже отличный вариант. Итак, объем у нас имеется. Не забудьте также добавить тень под сам подарок. И с помощью белого маркера я добавляю блики там, где это необходимо. Простым карандашом я намечаю надпись «Привет, декабрь». Буду это разрисовывать в стиле леттеринг, чтобы получилась такая объемная красивая картина. Внизу я еще добавлю маленький календарик, потому что у меня было свободное место. На самом деле настоящий календарь у нас будет на следующей страничке, он будет необычный. И так для него нам нужно прочертить. Такие вот длинные столбики, буквально на 1 мм. Ну или на одну клеточку, если у вас ежедневник в тетради в клетку. Проставляем числа от 1 до 31. Все это обводим тонким черным маркером и заворачиваем вот в такую тросточку. Добавляем бантик, разные украшения, ленточки. И приступаем к обводке тонким черным маркером. Получается вот такая вот сахарная тросточка. Так как это у нас все-таки календарь, чтобы не запутаться, я буду немножко отделять дни недели. То есть числа я уже проставила. Я сверяюсь с числом и днем недели. И теперь отделяю дни недели там, где это необходимо. То есть там, где заканчивается воскресенье, я проставляю такую горизонтальную черточку. Все, приступаем к раскрашиванию. Я беру красный маркер и начинаю раскрашивать бантик. Пока в плоскости, потом будем придавать объем с помощью обычных цветных карандашей. Добавляю зеленые листики астралиста, намечаю тенюшку под бантиком, там где проходит сама тросточка. Немножко затемняю черным карандашом или можно сероватым одну часть нашей тросточки, чтобы сделать ее более объемной. И добавляю блик. Добавляю также блик на ягодки и затемняю другую сторону, чтобы она тоже выглядела как настоящая. И вот такая композиция у нас получается. Мне лично очень она нравится. Теперь мы проставляем на этом календарике самые важные даты. Например, какая-то дата и у вас там запланировано какое-то событие. День рождения, либо нужно составить список покупок, список подарков, закупить что-то на новый год. В общем, выводим стрелочку и подписываем, что нам нужно сделать именно этим днем. Очень удобный такой новогодний календарик у нас получился. Переворачиваем страничку и создаем новые картинки. Здесь мы нарисуем мудтрекер. Я думаю, те, кто смотрит мои видео давно, знают, что мудтрекер, но я на всякий случай объясню. Это опять же такой календарик ваших настроений. Вы рисуете какой-то рисуночек, проставляя там числа. То есть это будут дни месяца. Раскрашивайте в те цвета, какое у вас было настроение. Например, здесь я хочу изобразить такой очень уютный объемный свитер. Простым карандашом я уже нарисовала, обвожу тонким черным маркером. Дорисовываю узоры. Именно они сделают из нашего рисунка настоящий мудтрекер. Рисуйте побольше узоров, проставляйте линии. И в конце можно изобразить квадратики настроений. То есть, когда у вас было грустное, когда веселое, когда счастливое, улыбчивое, сонное, раздраженное лицо. Отметьте побольше, тогда рисунок будет более таким ярким, интересным. А потом в конце посмотрите, какие настроения преобладали у вас в этом новогоднем месяце. На этой свободной страничке я подпишу планы на Новый год. Сделаю это с помощью наметки простого карандаша. Потом все обведу черным тонким маркером. Здесь я буду расписывать, что мне нужно будет сделать на Новый год. Сначала я красиво задекорирую надпись, а теперь простым карандашом проставляю вот такие вот рамочки. Рисую такие скотчики, как будто бы они сюда прикреплены. И добавляю тень с одной стороны, чтобы они выглядели более такими оригинальными. И теперь в ход идут мои наклейки с прошлого видео. Вряд ли вы, конечно, их видели, потому что это видео посмотрело очень-очень мало людей. Хотя наклейки новогодние любят все. Не знаю, почему так произошло. Но если вам интересна тема наклеек на Новый год своими руками, то заглядывайте в видео сверху эти картиночки именно оттуда. Расклеиваю картинки везде, где они сочетаются. И добавляю вот такие конфитюшки. Здесь я использую новогодние цвета. Это зеленый, красный, ну и, собственно, все. Мне кажется, так композиция выглядит более законченной. Переворачиваем страничку, и здесь у нас будет основное поле для деятельности. Именно здесь мы будем писать наши дела на следующую неделю. Как и на прошлом развороте, я добавляю те же самые скотчики и тени с одной стороны, чтобы они выглядели объемнее, чтобы не нарушать целостность данного месяца. Хочу, чтобы все было примерно в одном стиле. И подписываю декабрь и проставляю числа. Я здесь не очень удобно распределила. Делала так первый раз и распределила именно с числа. То есть первый у меня был день недели именно вторник. Поэтому здесь получилось одинаковое количество дней. Дни недели 7, потому что они начинаются с понедельника. У меня здесь вторник. Я хотела начать именно вести ежедневник с 1 по 6 декабря. Но, если честно, мне не очень понравилась эта тема. Немножко я запуталась, поэтому лучше все-таки начинать недели с понедельника, а не с первого числа данного месяца. Ну, не суть. Важно делать и как вам удобно. С основными страничками мы закончили. Я возвращаюсь назад. И мне кажется, чего-то не хватает. Какого-то перехода от осени к зиме. Здесь у меня как раз-таки есть такой переход. Я пока здесь ничего не делала. У меня осталось свободное место. Здесь есть просветы от маркеров. Они не очень красивые. Поэтому я хочу здесь задекорировать своими вырезками. Я просмотрела свою папку с разными вырезками-наклейками и подобрала самые подходящие по смыслу. Думала очень долго, но решила остановиться на Ане и Эльзе. Это вырезка из какого-то детского алисиного набора. И добавила несколько своих распечаток и немного декоративной бумаги. И вот что у меня получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие разворотики у нас получились в этот раз на декабрь. Мы приветствуем декабрь и наслаждаемся всей этой новогодней шумихой вместе. И записываем наши дела в наш ежедневочек. Спасибо за просмотр этого видео. Будьте креативными. А я вам в этом помогу. До скорого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok